На самом деле за 20 минут будет очень трудно сказать все, что хотелось бы о таргетной терапии при мутациях ЭДЖФА, при транслокации АЛКРОС. Мы поговорим сейчас только о них, все о более редких молекулярных альтерациях. Это уже Дмитрий Александрович. Для этих альтераций мы на сегодняшний день уже имеем достаточно много препаратов и одобренных в своей клинической практике. Очень много препаратов в пайплайне и тут много что можно обсудить, но за дефицитом времени остановлюсь в основном на тех препаратах, которые уже есть в нашем доступе, которые зарегистрированы в Российской Федерации. Основная цель нашего лечения это улучшение выживаемости наших пациентов. И здесь, забегая вперед, основной вопрос, каким путем, какой стратегией добиться этого улучшения выживаемости. Либо мы последовательно назначаем несколько линий терапии ингибиторами тирозинкиназы, либо мы начинаем сразу в первой линии с наиболее эффективного препарата. И, собственно говоря, что говорят данные клинических исследований об этом. Для ИДЖФА-мутаций. На сегодняшний день у нас есть уже достаточно много опций. Это ингибиторы ИТК первого, второго, третьего поколений. И есть даже клинические исследования, которые показывают эффективность комбинации ингибиторов ИТК с бивоцузумабом или с химиотерапией. Правда, на сегодняшний день, по-моему, в стране не зарегистрировано, но, тем не менее, мы об этом знаем, помним и поэтому упомянем. Что касается эффективности ингибиторов первого поколения, то есть тех ингибиторов гифетиниба и эрлотиниба, которые первыми появились в нашей практике, в целом, по данным исследований, они дают медиану выживаемости без прогрессирования около 8-10 месяцев и общую выживаемость порядка 25-30 месяцев. Можем ли мы как-то уже на сегодняшний день улучшить эти показатели? Во-первых, появились ингибиторы второго поколения, афотиниб, докометиниб, который пока не зарегистрирован у нас. И, в общем-то, исследование ЛАКС-ЛАНГС-7 показывает, что афотиниб по сравнению с гифетинибом имеет, хоть и небольшое, но, тем не менее, достоверное преимущество выживаемости без прогрессирования. Что, однако, не выливается в преимущество в общей выживаемости. Хотя, так сказать, кривые все-таки чуть-чуть расходятся. Возможно, отсутствие достоверности этих различий связано и с малым объемом выборки. Это исследование второй фазы. Мало того, туда включались пациенты с метастазами в головном мозге. Что наталкивает нас на эту мысль? Дело в том, что, в общем-то, аналогичный препарат второго поколения, докометиниб, в исследовании третьей фазы на большей популяции пациентов показал преимущество и в выживаемости без прогрессирования, и в общей выживаемости. Какие еще возможности есть у нас? Ну, комбинация эрлотинибов с бевацезумабом. На сегодняшний день мы ее не применяем, не зарегистрировано, но, тем не менее, она показала существенное преимущество выживаемости без прогрессирования. Посмотрите, практически 17 месяцев медиана. Хотя в общей выживаемости этого преимущества не наблюдалось. Одно из недавних исследований показало, что если апфронт комбинировать терапию ингибитором первого поколения с химиотерапией конкурентно, то это приводит к увеличению выживаемости без прогрессирования. Посмотрите, практически до 21 месяца. Что интересно, если проанализировать так называемую выживаемость без прогрессирования 2, то есть время от момента рандомизации и до прогрессирования на второй линии терапии для последовательной ветви, ну или, собственно говоря, до прогрессирования на комбинации в комбинированной ветви, то эти кривые практически идентичны. То есть в итоге к моменту прогрессирования после исчерпания и терапии ИТК, и химиотерапии, в принципе пациенты приходят приблизительно одновременно. И, в общем-то, сюрпризом было то, что при всем при этом оказывается, что общая выживаемость у больных, которые получали конкурентно терапию, химиотерапию и ИТК, она имела преимущество по сравнению с последовательным лечением. Возможно, это связано с биологическим состоянием опухоли на момент ПФС-2 и, соответственно, с эффективностью последующей терапии, но этот вопрос еще требует изучения. И здесь, в общем-то, все карты нам смешал ингибитор третьего поколения, асимертениб, который показал в исследовании третьей фазы флаура беспрецедентное до сих пор преимущество в выживаемости без прогрессирования практически 19 месяцев по сравнению с 10 месяцами. На сегодняшний день данные по общей выживаемости еще пока не созрели. В общем-то, медиана не достигнута в обеих ветвях, но, тем не менее, тенденция к преимуществу первой линии терапии асимертенибом, она налицо. Причем асимертениб, будучи ингибитором третьего поколения, имеет существенно лучшую пенетрацию через гематоэнцефалический барьер и, соответственно, более эффективен как при метастатическом поражении головного мозга, так и в предотвращении его возникновения. Вот на этом слайде показано преимущество выживаемости без прогрессирования как у пациентов с метастазами в головном мозге, так и у пациентов без них. Оно, в общем-то, совершенно одинаково. И, как показало исследование, в три раза снижается на фоне асимертениба риск прогрессирования в головном мозге. Таким образом, на круг мы имеем вот приблизительно такую картину. То есть очевидный выигрыш асимертениба в качестве первой линии, в общем-то, не подвергается сомнению по сравнению с остальными подходами. Но что делать в последующих линиях терапии? Если пациент получал ингибиторы первого-второго поколения, как все мы знаем, приблизительно у половины пациентов, по некоторым данным может быть и больше, резистентность развивается за счет возникновения мутации Т790М. И что делать в этой ситуации? В общем-то, очень хорошо понятно. Исследование Аура-3 показало эффективность асимертениба при развитии резистентности за счет мутации Т790М и выживаемость без прогрессирования во второй линии 10 месяцев, что более чем в два раза выше по сравнению с химиотерапией дублетами на основе препаратов платины. А вот что делать с остальными пациентами, которых тоже приблизительно должна быть половина? Показан еще ряд механизмов резистентности, но различные медикаментозные способы борьбы с ними на сегодняшний день пока не зарегистрированы. Мы об этом говорим теоретически и рассуждаем в рамках клинических исследований. Тогда у нас для этих пациентов остается химиотерапия. И, в общем-то, к сожалению, многого ожидать мы от нее не можем. Выживаем мы без прогрессирования на фоне химиотерапии после ингибиторов тиразинкиназа колеблется в пределах от 4 до 6 месяцев. И, кстати, не зависит от механизма резистентности наличия или отсутствия мутации Т790М. Много обещающие данные мы получили в прошлом году. Когда были доложены результаты Эмпауэр-150, и это было первое исследование, которое показало эффективность иммунотерапии у больных с опухолями, с драйвенными альтерациями ИДЖФА и АЛК. И оказалось, что именно комбинация химиотерапии БЕВА-ЦУЗУМАБА и АТЭЗОЛИЗУМАБА ингибитора ПДЛ дает существенное преимущество как в выживаемости без прогрессирования, так и в общей выживаемости у этих пациентов. Почему это было первым подтверждением эффективности иммунотерапии? В общем-то, все предыдущие исследования, по крайней мере, в монотерапии, и иммунотерапевтические препараты практически ничего не давали у больных с драйверными альтерациями. Таким образом, что делать с пациентами, которые получали первое-второе поколение? В общем-то, наши опции вполне понятны. Что делать с пациентами, которые получили в первой линии асимертениб? Асимертениб и спектр механизмов резистентности, он представлен на этом слайде. И опять же, мы здесь говорим о том, что, к сожалению, одобренных таргетных подходов борьбы с этими механизмами у нас пока нет. Есть многообещающие результаты исследований блокаторов МЕД и многих других, но, тем не менее, рассуждаем мы по-прежнему об этом пока только теоретически. И что у нас получается на круг? Вот если нанести на единую диаграмму сумму медиан выживаемости без прогрессирования для первой, второй, третьей линии терапии, в общем-то, мы видим, что теоретически потенциально последовательность из ингибитора первого-второго поколения с последующим назначением ингибитора третьего поколения и с последующим назначением химиотерапии, на круг эта сумма приблизительно эквивалентна тому, что мы могли бы получить, назначив осиммертинип в первой линии и потом во второй проведя химиотерапию. То есть лишив себя, в общем-то, еще одной линии терапии. Результаты вроде бы оказываются сопоставимыми. И, в общем-то, как оказывается, правда, это уже, так сказать, ретроспективный анализ пациента, которые получили ингибитор первого поколения, во второй линии получили ингибитор второго поколения, они имеют, в общем-то, потрясающую выживаемость. Медианы при такой последовательности четыре года и выше, если говорить о гифетинибе и о фетинибе. Вот это анализ из исследования ARCHER-1050, пациенты, получавшие ингибитор третьего поколения после докометинибы имели медиану выживаемости 36 месяцев, а для гифетиниба такая последовательность давала, в общем, медиану, которая еще даже не достигнута. Но при всем при этом, у многих ли пациентов мы можем, так сказать, на бейзлайне перед началом лечения обещать себе, обещать пациентам, что они действительно получат эту первую и вторую линию терапии. Во-первых, не у всех больных нам удастся взять биопсию при прогрессировании на первой линии, соответственно, подтвердить или опровергнуть наличие мутации Т790М. А у тех, у кого удастся взять, не у всех она выявится, только у половины приблизительно. Соответственно, если посмотреть в анализ исследования Флаура, получилось, что в целом из всех больных, включенных в стандартную ветвь на лечение гифетинибом, во второй линии асимертениб получили только приблизительно 20%. И, наверное, это картина, с которой мы встретимся и в нашей реальной практике. То есть, в общем-то, здесь мы наблюдаем такое бутылочное горлышко, и только очень малая доля наших пациентов действительно получит эту последовательность, так как мы ее задумываем. Что важно? В исследовании Флаура, опять же, в условиях, когда мы еще не имеем созрешных данных по выживаемости, опять же, проанализировали выживаемость без прогрессирования от момента начала лечения до прогрессирования на второй линии. И вот оказалось, что этот медиана, это выживаемость без прогрессирования 2 для асимертениба все равно выше, чем для пациентов, которые начинали терапию с ингибиторов первого поколения. Собственно говоря, мы ждем результатов по выживаемости из исследования Флаура, но, в общем-то, какими бы они ни были, я не знаю, насколько это повлияет на нашу практику. В общем-то, в США практика уже изменилась, и большинство пациентов первой линии получают асимертениб, поскольку он менее токсичен, огромная выживаемость без прогрессирования, и снижается риск прогрессирования в головном мозге, что является достаточно грозной и опасной ситуацией. Что касается транслокации ALK, здесь у нас выбор ингибиторов тиразинкиназы состоит, в общем-то, на сегодняшний день из трех препаратов – кризотениб, церетениб и алектениб. И если говорить о кризотенибе, то по результатам исследований третьей фазы, в сравнении с химиотерапией, он показал свое преимущество как во второй линии, так и в первой линии лечения. И в первой линии выживаемость без прогрессирования медиана оказалась равной приблизительно 11 месяцам. Второй препарат – церетениб – никогда не сравнивался напрямую с кризотенибом. То есть говорить напрямую, лучше он или хуже, мы не можем. Однако в исследовании третьей фазы сравнения с химиотерапией он также показал свое преимущество, и в общем-то численном медиана выживаемости без прогрессирования оказалось больше – 16,6 месяца. А вот препарат нового поколения – алектениб – сравнивался напрямую с кризотенибом. И в двух исследованиях Алекс и Джей Алекс показал существенное преимущество выживаемости без прогрессирования. Данные по общей выживаемости пока еще нам также недоступны. Но преимущество – это, в общем-то, фантастическое. В исследовании Алекс 25, почти 26 месяцев, а вот по последнему представленному анализу, по оценке исследователей, превышает 30 месяцев. В исследовании Джей Алекс медиана еще не достигнуто. И, в общем-то, подобные результаты уже получены в исследовании, в котором сравнивался бриготениб с кризотенибом. Препарат еще не зарегистрирован, но, скорее всего, скоро будет, потому что там также не достигнута медиана выживаемости без прогрессирования. Преимущество по сравнению с кризотенибом, в общем-то, очевидно. В чем преимущество еще алектениба по сравнению с кризотенибом и сиротенибом? Опять же, лучшее проникновение в головной мозг и, соответственно, существенно лучший контроль метастатического поражения головного мозга. Посмотрите, по сравнению с кризотенибом, при котором через год у 40% пациентов развивается метастатическое поражение головного мозга, на алектинибе всего лишь 10%, то есть в 4 раза снижается риск прогрессирования в головном мозге. Таким образом, в первой линии мы видим, собственно, вот такую картину. В общем-то, подавляющее преимущество алектиниба по сравнению с кризотенибом и церетениба. Но, опять же, препарат зарегистрирован только недавно, пока мы, в общем-то, в руках его не держали. Вот у нас сейчас он закупается, но скоро, по всей видимости, попробуем. Что делать в последующих линиях? Вот здесь, скажем так, один из аргументов против того, чтобы использовать лучшее первым. Все-таки механизмы резистентности на фоне алектиниба, на фоне серетениба, они существенно отличаются от старого доброго кризотениба. И здесь существенно чаще возникает, допустим, вот та хрестоматийная мутация G1202R, против которой, по крайней мере, инвитера практически неактивны все препараты, кроме лорлатиниба, который на сегодняшний день, опять же, для нас пока является исследовательским. Но, так или иначе, нам, в общем-то, достаточно немало уже известно об ингибиторах, эффективности ингибиторов ИТК после кризотениба. Здесь активен и серетениб, и алектиниб, и бриготениб, одобрение которого мы ожидаем. И, в общем-то, медианы выживаемости без прогрессирования достаточно существенные. Очень показателен анализ общей выживаемости исследования профайл 10.14, которое показывает, что наилучшая выживаемость наблюдается у больных, которые получили и кризотениб, и в последующих линиях получили другие ингибиторы ИТК. То есть, последовательное назначение, оно дает выживаемость, которая даже при длительном периоде наблюдения, в общем-то, в этом исследовании не достигнута. Есть ли у нас вообще какие-то возможности, допустим, после алектиниба, так сказать, если мы назначили лучшее первым? Оказывается, есть. Больших данных пока нет. Это, в общем-то, небольшие наблюдения. Но в качестве примера, допустим, оказывается, что церетиниб при прогрессировании на алектинибе способен дать частоту объективных ответов 25%, правда, с достаточно небольшой длительностью ответов от 4 до 9 месяцев. Но, тем не менее, наши опции после алектиниба, в общем-то, и на сегодняшний день не исчерпываются. И вот приблизительно такую картину мы наблюдаем, если экстраполировать все данные. И получается-то, в общем, что последовательное лечение при вот таком гипотетическом суммировании, к сожалению, проигрывает выживаемости без прогрессирования на алектинибе в качестве первой линии терапии. И, в общем-то, здесь, наверное, алектиниб был бы предпочтителен по сравнению с остальными подходами. Что касается РОС-1, здесь говорить особенно, в общем-то, нечего о последовательности, потому что данные для РОС-1 в основном экстраполированы с исследованиями при альт-транслокациях. Но мы видим, что и кризотениб, самый первый ингибитор, появившийся у нас, он даже более эффективен, чем при альт-транслокации с выживаемостью до прогрессирования от 10 до 19 месяцев. Серитениб тоже дает 19 месяцев выживаемости без прогрессирования. То есть, в общем-то, та цифра, которую, наверное, перебить будет достаточно сложно каким-то другим препаратам. Ну, собственно, и после этих препаратов у нас будут когда-то опции. В качестве примера это исследование с лорлотенибом после кризотениба. В общем-то, достаточно высокая частота объективных ответов и выживаемость без прогрессирования в 10 месяцев. Собственно говоря, в заключении я бы резюмировать ничего не хотел, потому что я знаю, что по программе дальше у нас как раз дискуссия, которая будет касаться, так сказать, выводов, которые мы для себя делаем после всех этих данных. И можем ли мы и на сегодняшний день начинать с первой линии, допустим, при ИДЖФА с ингибиторов первого-второго поколения, или должны все-таки сразу начинать с третьего поколения. Спасибо.